Соглашение направлено на развитие въездного и внутреннего туризма. Это соглашение даст старт масштабной работе регионов и корпорации туризм.рф. Его подписывают Алтай, Иркутская область и Бурятия. Нам оно поможет привлекать новых инвесторов на создание туробъектов и строить современную инфраструктуру. Поскольку требуются инвестиции и создание качественного сервиса, это большие инвестиции. И здесь нужна поддержка государства. И вот как раз корпорация туризм.рф. это тот инструмент государственной поддержки, который сегодня создан у нас в стране. Цель создать качественные курорты и выстроить комфортную и понятную логистику перемещений между ними. В результате туристы получат современные гостиницы, доступные, безопасные и интересные турмаршруты. Я думаю, что в ближайшее время вот эти подписанные соглашения нам дадут мощный старт для развития нашего взаимодействия в планировании этих туристических комплексов и гостиниц. И как результат этому туристы, наши путешественники получат комфортные гостиницы, получат возможность пользоваться этими бальнеологическими источниками. Благодаря тесной работе региона инвесторов и корпорации туризм.рф в Бурятии может появиться минимум полторы тысячи дополнительных гостиничных номеров. А турпоток вырастет до трех миллионов человек в год. Механизмы есть, в том числе и субсидирование процентных ставок по кредиту, в том числе и механизмы привлечения инвесторов, создание особых территорий туристических, которые будут обладать статусом территории опережающего развития и особых экономических зон. И все это создаст условия для быстрой окупаемости проектов, для инвесторов. И мы будем сопровождать для того, чтобы без лишней бюрократии. Также в корпорации заявили, что к 2030 году количество туристических поездок россиян на Байкал сможет увеличиться почти вдвое – с двух до четырех миллионов человек в год. Мария Латышева, Новости дня.